В этот день собрались те, кому небезразличны события, тревожившие сердца матерей, жен, детей нашей Родины, в то время, когда солдаты российской армии отправлялись выполнять интернациональный долг. Жители нашего города, представители трудовых коллективов и общественных организаций, школьники, возложили цветы к мемориалам на Аллее Славы. В разные годы солдаты и офицеры нашей страны воевали в Корее и Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике, Анголе и других странах. За время боевых действий в Афганистане российские военнослужащие проявили особый героизм. 73 человека получили звание Героев Советского Союза. Сотни тысяч были награждены медалями и орденами за свои подвиги, а более 15 тысяч не вернулись домой. Валерий Бодряшов, участник боевых действий в Афганистане, кавалер двух орденов Красной Звезды уверен. Для того, чтобы правильно поступать в жизни, необходимо иметь твердые знания, развивать память и изучать историю нашей Родины. И мы готовы, ветераны, всегда отвлекнутся на зов в школу, трудовые коллективы, рассказать, как мы жили. Поверьте, жизнь была очень интересной, есть что рассказать. 11-летний Георгий Игнатов, воспитанник военно-патриотического клуба «Ратник», имел честь принять участие в мероприятии и был выставлен почетным караулом у мемориала Аллеи Славы. Считает, что наша армия самая сильная и непобедимая. Это очень важно, потому что люди должны помнить о наших войнах, помнить о России, потому что у них есть такая хорошая, большая страна. Должны ее любить и защищать. Вот именно такие еще мальчишки, но уже герои и есть наше будущее. Алексей Мельников, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.